И она мужчину, если она видела, понравился, он обязательно с ней ходит уже, а он без того, она ему такое навешала, она могла птицу остановить, и птица крыльями не лохала и стояла на одном месте, могла даже в воду прийти по обратному управлению, я вверх, это сила дьявольская, ну и не вне, не ухо, там уже треха небольшая, и вот здесь как раз проявление будет ее. Она стала к нему приставать, а он ей, видимо, зря кому помолвется, она ему такую штуку устроила, что ему не двинуться и не пройти, а отец-то его духовно за него молится, и освободила его от этих чад, то есть, когда считаем про эти чады, которые Иоанн Богослов, любимый ученик Иисуса Христа, кажется, Прохор, у него ученик, попали в бане, а в бане демон, это всегда считается так, надо очищать, и эта ведьма взяла такую силу, апостол Иоаннов, это житья говорит, они в воду таскали, дрова там топили в баню, сколько-то, года-два, наверное, и не могли никуда уйти, насколько это достоверно, не знаю, но житья, дмитрий Ростовский, митрополит, так что в жизни много что есть. Кто Артелло говорил, много есть в мире, то, чего мы еще не знаем. У Виктории Голго есть такая книга, 93-й год, как готовилась революция, и как он ехал с пушками, и сорвалась с места одна пушка. Покалились это были какие-то железные, и это, она начала по палубе-то мотать ее, и она одну пушку разбила, вторую, но один бросился и сумел ее обуздать, эту пушку, закрепить. А он как раз ответственный был за это, он, который революцию-то готовил, теперь тоже, пушки-то разбиты, за то, что он сумел задержать, тебе орден даю, а за то, что плохо сделал, что-то разбилось, расстрел, и тут же застрелил его. Вот в жизни как, у меня девочка одна была в лагере, ее брат, это дети священника. Взял хлеб и бросил в туалет, и съел. Ну, она же узнали, я расследовал ее, узнали, где. И он оказал, там, сколько-то не есть. И она теперь стала перед вопросом, что делать, родной брат, накормить, дать ему тайный хлеб нельзя. Ну, она пошла на это. И попала на то же самое. Испугалась и хлеб бросила. Ну, я когда узнал, я ей говорю, что меня поставил в тупик. За твою доброту к брату я тебя должен наградить, а за то, что хлеб бросил в отхожее место, должен наказать. Я не знаю, что делать. Она целый год томилась, пока в лагерь приехать-то. Я целый доказывал, батюшка хороший, шустрый такой. Ну, как-то вы освободили меня от этого, меня так тяжело, я хочу, чтобы меня наказали, быть свободной. Она чувствует, как долг какой в этом. Это вот истинное отношение к тревогам своей души. Сейчас придут люди, я... Он идет... Сейчас я о нем расскажу. А эти истории что дают? Внимание! Святые не раз ошибались в этих вопросах. Ян Златоуст поехал в командировку за Босфор, проверили, жалобы там идут на архиереях, он, кажется, 4 или 14 священников у ворона сразу. А вместо себя оставил в север. Вернулся, а то в Законский не пускают его в митрополию. Ушел, но я не разбирался в людях-то. И еще не может добиться пробившего. Он мне на молитве разгадал загадку с этого человека. Я еще вчера говорил, не знаю, не знаю, а сегодня я не могу это сказать. Я стоял, молился, и днем вспоминал. Видать, руки боят. Сейчас зайдет. Заверева, который старший, средний такой. Андрея вроде звать. Служба была почти 2 часа. Ой-ой-ой, как посмотришь. Ой-ой-ой. Петра Мещеринова, Игумена. По неволе вспомнил. Что-то говорит, 85% у прихожан мимо идет. Не нужно. Никто не понимает, что делается. Маленький столик, и батюшка вокруг него кружится. Да еще и ковару подгоняет. Дымом. Сколько там появляется? А что? Ну, один раз уже, и тот, и тот. Три раза, вокруг останавливается на каждой стороне, и опять ходил. Двери кто откроет, дверями играет все время, кто откроет, кто закроет. А это все по устам. Я говорю, как люди думают. Возникновение протестантизма не на пустом месте. Я говорю, если бы у них было стыщаться, я бы днянин православия. Протестантизм в тебе ручью пошли. Там бы тысячи людей пришли. А здесь я не нужен. Отбивать все приходится. Вы самые мертвые. Ну, люди ничего не понимают. Один из Германии вернулся, когда они по часам собираются, по-немецки, часы, штунды, их стали штудистами звать. Ну, ему сказали, на мельнице, а мельница лопастями, ведет ветер захватывал ее, верующий. А он уже там хлебнул в Германии, это настоящая вера-то. Там литеранство, может, было. Он подходит, а тут гости пришли и везут прям под это. А он вышел, ну ты, якорь-те-макар, куда занесло. Он развернулся, говорит, и не стал даже разговаривать. Якорь-те-макар. Да разве он еще будет, тут макара искать какого-то. Вот понятен, что в человеке. И они однажды собрались, такие с плена вернулись. И батюшку пригласили. Батюшка, ну зайди на наши уроки, штунды. Скажи, вот батюшка, вот служба идет. Ну не понимаем ничего, мы вот считаем, нам понятно. Идти нам на службу или не идти. Батюшка говорит, не знаю. Ну мог бы сказать, так, ну на храм-то нельзя так, что совсем отбросить. Что вы знали, потом кому-то скажете. Приходите, а потом занимаетесь. Никак не совместимо. Или то, или это. Вот тут один есть такой. Я должен в зеркало смотреть и работать. Такую дерзость набрал нынче. Я ему дал эпидемию, как крещение. Пять раз в день смотреть в зеркало на свои глаза. Больше тебе ничего не надо. И ты увидишь, какая бяка растет. Зеркало. И здесь я работаю с ним, дам яблоки, я ягоды собираю. А что я должен делать? То или это. Ты и то, и другое делай. Посмотрел, тут секунду глянул-то. А правильно-то вроде и зеркало брошу. Ой-ой-ой. Дали тебе задание, которое душу поднимает. А почему? Глядя на себя, ты заметишь, изменений нет. Вот от дерзости, ответ. Спасается тот, кто на первом месте держит осуждение себя. Прости меня, Господи. Сами небесного учешитель, души истины. И живи здесь, Сын, вся исполняет сокровища благих жизненных подателем. Приди и очистены. Вот как. На первом месте. Это можно слово говорить, а можно про себя. Вот один есть. Ну, конечно, молитесь за стол, садитесь. Поверите свои поля. Три поколи хотя бы сделай. Три поколи. Так, где вы? Все, садитесь. Где тут поменьше вас рост? Вот, и люди. Так, иди сюда. Ко мне, сейчас рядышком. Ну, эти, что, пурашки снимите. Ну, и кормите их. Садись. Ты на службе рядом со мной стоял. Так, нет? Забейте, пальцы какой-то. Даже сейчас разговариваю. Вот, садись. Я не знаю, что такое. Ни одной секунды не было на службе, чтобы он это не делал. Если здесь он, то вот так сюда, а здесь большим пальцем, вот так вот, все равно продолжается скрести. То есть, кто-то знает. Я вот так вот стукнул по рукам его. Вот так руки положил, положил. Я когда-то вернулся, он уже руки внизу, и опять. Я могу здесь рядом. Я его вижу. Он не нарушает ничего. Никто этого не видит. Ты сарапался? Пальцы сарапал? Ладошку сарапал? Я за рядом стоял. Я не буду придумывать. Дело в том, что углахонимых существует система буквы А, Б, В, Г, Д, Е, Ё. То есть, на букву. А можно говорить... Так, так. Посмотри на собак. Теперь. Хочу в туалет. Скребет. Ищу в нудар. Вот оно все. Ваше колесо приехало. Вот на колесо камера лежит. Он от камеры играет. И делает жесты, которые делает блудник. И как кричит кто-то. И он все отвечает. Так. Вот оно где и здесь. А когда стоит человек на сетке, вот так вот на носке, а потом на пятке. И вот так вот перекачивается. Он не просто перекачивается. Тут один такой... Я могу назвать его. Еще нет. Вы знаете, Калиника Виталий. Из Умска приезжает. Он вышел, когда я говорю. Ты почему так делал? А что? Это блудная мехарадка. А как вы узнали? А что узнал? Да я всю службу об нуде думал. А он говорит, что у него ляжки дрожат вот так вот сзади. И вот так переваривается. Ищи ключи. Я уже ни одному человеку это говорил. И практически все прислушались. А можно это исправить? Никак. Надо признать грех. Сколько тебе лет? Десять. Сколько? Десять. О, о тебе сказано, Достоевский. Десятилетие уже развратные. Точно. Десятилетие и уже развратные. Федор Михайлов Достоевский. Так с того-то времени, возьми какой народ? Разве такой? Это тогда. Но он говорил о рабочем классе. Четку мили. Запись не понял. Вот там. Все обознал. Вот такое дело. Так, теперь смотрите. Вы помещите детей. Вот теперь. Мать, где у них? Хотя, вот это. Мать, где у них? Наталья, Наталья. Вы? Не так у нас. Вы получите их позевать. Они позевают вот так вот. Они как-то позевают, а ровнее разевают. А разевают. Вы делаете, что всегда. Разрешается тебе в это время пальцы ему врусунуть и быстро привести. А ему разрешают укусить. А тебе разрешается его дергнуть. Все на этом заканчивается. Но ни один не укусил. Когда так, его мозг не успевает развестить, как уже. Вот вот разевают. И вот так вот разевают. Ты сразу пальцем раз в пальто. Да еще намашь перцем. Все отучило. Черт же, это так укусились. Вот это есть такие. Ну, окурки бросают. Пингвины вот так это взял. Вот тебе окурки в рот будут бросать. Вот если в Литве идешь, то на домах вот такие круглые. Вот здесь вот. Атонится. А тут написано, шлюкшая. Всплевательница. Вот западных народов плюнуть где-то никак нельзя. А кухнуть еще не стоит. Женщины собрания там идет. Он от газа не умрешь. Заразы никакой нет. Они правее нас. А когда плюешь, у тебя туберкулез или что, ты всех заразил. Это я в Германии был. А потом сравнил с Литвой, Прибалтикой. И вижу, они умные люди. Они... Не надо делать не то другое. Но у немцев это так. Он сидит и вдруг такой звук из нас, что... Ну, он не окормит, не охотай его. Так? Я лезю в Германии. И так ты все время, даже сейчас, продолжаешь скоблеть. Не делай этого. Положи вот сюда руки, ладонью вверх. Положи сюда руки, ладонью вверх. Кое-как. У тебя ладони больные, нет? Нет. А зачем ты все время скребешь? Служба вся. Ни одной секунды не было. Если он, я говорю, надо ему туда, то руку вот сюда вот засовывает, там начинает скоблить. А это все равно одним пальцем скребет здесь. У глухонимых. Это не просто так. Он с кем-то разговаривает. Ладошку подскрутить. Пойдем в сторону. Ты мне нужна. Все. У них на каждый жест целое предложение. Целое... Я не предложил... Предложение даже может больше. У нас были глухонимые. Целая группа. И мы учили язык. И беседы на толпах. И как беседовать. С теми беседовать легко. Пора ему это... По телевидению, видео может быть. Глухонимые. Идет передача. И они успевают передать. Вот у нас глухонимая стоит сзади у когла. А ее сноха поет. Так верно все здесь. И она уходит. Сразу с матерью садится. Ну, она и все знает. А одна грамотно в этом деле приходила на дом ко мне и учила меня этому. Но мы ее потеряли. Она на нашего парня положила глаз. А он женился на другой. И она ушла. У батюшки, которая Кристина оцаризает, она мастериста такая была. Я что-то говорю, понятно? Ты можешь не сарапать? Я нормально бы. Я смотрю. Я тебе сегодня когда сказал во время службы, а потом сказал, садись, отдохни. Говорил? Ты сел. И дальше я тебя решил не трогать. Стоял и все время поглядывал. Минуты нету какой-то, секунды нету, чтобы ты не сарапал. И ты даже не замечаешь этого. А почему? Будущее. И уже настоящее в тебе. И ты пытаешься это отскоблить и убрать. Вот. Ладонь сейчас взял кому-то. Все. Больше ничего не надо. Все договаривались. Жест глухо не был. А уже если это совершилось, то он показывает по-другому. Показывать не могу даже. Одна рука труб, а другой сверху хлопает. Не надо. Стоять съешь. Ты ягоды сегодня собирал хорошо. Ты со мной был. Я держал около себя. Сколько кружек набрал? Три. А? Три. Три. Дайте им ягоды, если еще не заморозили. Эти вот. А ты, братишкам, дай. Садись за стол. Попробуй избавиться от этого. Видите, какие у нас уроки идут. Глухонимые, они бывают очень сердитые. У меня есть стихотворение одно. Сейчас я дам посчитать, как девочка, не понимая, объясняет, что с ней было. Вот тут лежала книжечка стихов. А кто это убрал? А кто это убрал? это первая книга которая у меня вышла видите сколько горит костер гореть это знаете как трудно делать вручную и все видишь это песня как петь сейчас я открою стихи по порядку с выражением просчитали послушайте да девчончишка кричит глухонемая 10 пальцев к зрячему стучит перепонки с грохотом ломает рушит железобетонный щит ее никто не понимает ничего она этим разрушает все что перед этим есть согнутые и в переплетении пальчики слегка ударит в грудь и слова метнулись легкой тенью отправляя приложение в путь мимика и взмах обеих ручек вздымлись в разлет в разлете двух бровей в глубине ее тревога мучит кто из них окажется правей кто они о ком она рассказывает губы безголосые снижились губы безголосые снижились да произносит прошлое на взрыв от себя броском руки простил а тебя броском руки простилась жест по горлу значит кто-то сыт на ночь помоги ей господи с успехом азбуки евангельских щедрот одолеть такой вот неумехи тишиной и кричащий рот музыкой органы увлажнились детские глазенки под платком достучалась это божья милость в наковальню молча в молотком крылышки ручонок перья пальцев сжались подбородку и на грудь смех на губках не такая малость милосердием украшает путь жалкие обломки средостения знак оживший мертвой тишины слышится ей понимание пение перед зрячим рухнувшим рухнувшей стены еще раз последний комплект рассчитай жалкие обломки средостения средостения с препятствием она рассказывает о ком-то кого-то она любила и теперь получается он делает не то что мы всегда мы расстались средостения это преграда и она рассказывает а я отвечаю я специально изучал это показываю где-то и она успокоилась я говорю тот-то человек неплохой где-то и она заулыбалась и знак ожившей мертвой тишины слышится ей понимание пения перед зрячим рухнувшей стены то есть от зрячим я достую она мне объяснила так и вот приступление это первое одна треть платится предоплата называется это первая книга которую я увидел не совсем запечатывая это первый там сын дочь когда рождается так может только так можно сравнить но тут много что вот корреспондент приехал мамонтовский это у меня берет интервью так это я в америке с метрополитом а это как раз у нас была в общине сейчас там она в другом месте а это сколько ребятишек на одном коне сидят человек 8 наверное 6 7 7 а это виктор николаевич во франции в церковь идем строго друг от друга на каком расстоянии начнут толкать бить а это напали на нас коммунисты мы заранее девушка написала талантливое это дело и дети стоят с плакатами на крыше столовой читай плакаты бог осудит вас и ваши дела побойтесь бога помиловать непонятно бог не в семье а в правде невский александр лютые безборники волки займитесь своей душой плакаты коммунисты-людоеды руки прочь от лагеря стал а тут милиция поехали а дети стоят вверху плакаты не заходите не заходи никто не зашел губитвы россии руки прочь от лагеря а это коршун был я коршуненко вырастил он за мной летит высоко на руку садится я даже мы молились а в это время дождик был и он за грачами улетел а когда на повороте так сдох и он вернулся и крыльями то и задел два провода его сразу убило я стихотворение написал плакали дети это крещаемый сколько было сейчас голубями надежда это мы идем с разъезда сапоги несут это собака у меня была димби умница крещение принимает это я с мамой вот сколько и вот эта книга предоплаты а когда уже сообщили позвонили покупку надо полностью рассчитать а денег нет у нас была одна женщина она как-то я не знаю кто она колбычка или что-то видно что она не русская Егоренко фамилия ее Торбеева юдевича фамилия была так можно догадаться это не татарка была Торбеева ну и она услышала что я говорил что мне нужна бочка там что-то такое и она на прогулку в лес пришла к бочке деревянная там уже будет достать наверное не каждому и она ходила ну и я ее принял а потом настолько она добрая я поставил комендантом у меня два дома в одном море церковь в другом мы живем куда бы ни послал она все выполнила но случилось она заболелась поведовалась соборовалась причащалась Надежда Павловна я ей даю наказывать когда ты придешь Господу Благородицу поклонишься Никон еще на Творцу подойди он людям золотишко подкидывает маленько мне книги надо ну и все звонят 40 дней прошло 40 дней душа помытаться там идет звонит ну что-то ничего нету значит что она не спаслась не знаю уже ближе к обеду вдруг меня скучать человек заходит вам деньги нужны а в руках саквояжек маленький я говорю да вы кто будете вам не надо знать я вам деньги принес но одно условие ставлю чтобы никто не знал что я у вас был а он работает по организации не один есть люди которые против меня и он не хочет портить отношения я деньги сделал в этот же день выкупил и так и написали помощь того света но это узнали журналисты вот так вот сколько всего Христос на кресте вот Христос на кресте просчитали такое большое стихотворение Христос на кресте перекрестие прицела всей критике лжеев умений но кости его по пророчеству целы другим раздробляют голени первое говорится перекрестие крест и когда стреляют люди там перекрестье как снайпер и он да и здесь перекрестье прицела на кресте а вот смысл какой И вновь он идет по тревожной планете, склоняясь у одра больных. Христа полинают журналы, газеты, скрывают и прячут под них. Во все ее век искуплению и чуду, в прицеле оптическому лжи, На все времена, всем народам повсюду, предмет и великаний лежит. Здесь реквием плача души безутешной, снимающей тело с креста. Зачем ты покинул нас, жалких и грешных, закрыл свои очи, уста? Мы думали, это тот самый Мессия, Он мир и свободу нам даст. Мечты наши рухнули, сказкой красивой, и царствует чуждая власть. Невидимо миру в подземном шоле, врода и запоры темничных твердынь. Его ожидает тоскуя по воле Сангми, Колома, Ародур и Хатын. Сангми – это евреи, там отбивались от арабов, А которые там что-то делают, стреляют, они убегают в шатры, И все, они решили свистить, и все, с шатрами, с детьми их все уничтожили. Сангми – его ожидает там. Газетные гады, печатные стрелы, Язык изострели гумясь над Христом. Он руки раскинул под мушкой прицела, Прощальный проносится стон. Он – чудо-чудес, уже смерти расторгший, Одет на земное сиянье. Сам факт воскресения вскрывают за гроши, И нет в этой лжи раскаяния. Как много с тех пор будет лекций и книжек О том, что Христос не воскрес, И нравственность падает ниже и ниже, Ликует поверженный бес. И вдруг в полноте семилитерный всплеск… И вдруг в полноте семилитерный всплеск, Два слова над миром горят. Христос, победивший победно, воскрес, Как много они говорят. Воскреснем мы зеленеющим злаком, Живя на земле по учению Христа. Не бойтесь презрительных жестов пилата, Не прячьтесь, как зайцы в кустах. Никто не приблизил к нам праздник победы, Один он точило топтал. Бессмертным в ведиктах, Воскресшим в декретах, Мы видим Иисуса Христа. Нас травят и режут, как стадо баранов, И кожу сдирают живьем. Но жив наш Спаситель, Воскрес утром рано, И мы вместе с ним оживем. Не страшны болезни, бацинный вирус, А смерть во Христе – Переход через мост. Об этом пророчит пергамент Папирус, Воскрес, победивший Христос. Ликует природа, проснувшись от спячки, Хлеба поднимаются в рост. И мы нашу веру в Иисуса не спрячем, Подскрежь наш сосладчайший Христос. Иди, проповедуй, смягчай елеем, Обещанный в благ ликование в раю. Все раны скорбящим, Расстанься же с ленью, Венец и награду добудешь в бою. Весь мир мехарадит от взрывов и пучей, Тела перекрестки крылатых ракет. Всемирное братство, масонский гадюшник, Влосяницы лжи, Строит Господу склеп. Они ожидают мессию отдана, Единую власть, снова выстроив храм. Велик будет спрос, кому многое дано, Из каждого взыщется данный талант. Спаси нас, Иисусе, от ложных учений, Спаси от ненужных забот. Лишь что только в жизни имеет значение, Что к радости вечной ведет. Вся цель, вся цель, полнота ликования и ласки Вместились на каждой библейском листе. Все древнее, все в ожидании Пасхи, А мы получили в воскресшем Христе. Здорово. В мое день рождения стихотворение написано. Ну вот такое дело. Это вот первое было. Как я ехал из типографии, Как смотрел, Да напечатано так, ой. И церковь, свагона, тюрьма. И поднимаешься по лесенке, А потом в храме, А потом дальше. Сколько лесенек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать лесенек. Надо почитать, сколько книг изданий не было. И первое, как там не называется, это привели к новое. Родное слово Библия навеки полюбил. Библию на русском языке, известно себя. Ну все, вылазим. Который в райские вещи, которые здесь, в силу стоят.